Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Я — врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Сегодня я решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И продолжить еще одной детской сказкой для детей и взрослых о молодильных яблоках. Часть третья. Если вы на моем канале просмотрели внимательно первую и вторую части детской сказки о молодильных яблоках, то вы уже знаете! Какие врачебные кабинеты, используя владильные яблоки правильно, вы реально можете уже не посещать! Потому как эти болезни у вас не появятся! Вы также узнали двери каких врачебных кабинетов для вас теперь будут более широко распахнуты! И вы будете вынуждены чаще их посещать, если яблоки используете неправильно! Также вы узнали почему! Если вы не знаете как правильно использовать яблоки в зависимости от индивидуального состояния своего организма! Одни волосы начинают расти лучше, а у других наоборот выпадают быстрее! И хорошо если у вас было облысение волосы! Вы угадали — волосы стали расти лучше! Хуже если облысение было, а выпадение волос усилилось! Также вы узнали почему! Если вы вели здоровый образ жизни! От молодильных яблок вдруг начинают расти рога и копыта! По всей видимости вы создали резервы кальция! Потому что яблоки сами по себе кальций содержат! Они простимулировали просто кальциевый обмен! А также вы узнали почему! Используя молодильные яблоки можно реально впасть в лучшем случае в депрессию! А в худшем случае в коматозное состояние! В этом видео цель другая! В третьей части вы узнаете секреты врача-диетолога! Те секретные рецепты, которые не прописаны в сказках! Но вы их узнаете! И секрет первый, который реально продлевает жизнь! Улучшая ее качество! Вы узнаете прямо сейчас! Если обратиться к сухой статистике! Две трети людей умирает от заболеваний сердечно-сосудистой системы! Причем риск умереть на 40% выше! Это статистика в один уникальный день в году! И вы его прекрасно знаете! Это день вашего рождения! Именинник обычно больше других употребляет в этот день еды! Различных напитков! Перегружается пищеварительная система! В ней усиливается вздутие живота! Иными словами дисбактериоз кишечника! Поджимается диафрагма! И здесь уже рвется там детонка! То ли острая сердечная недостаточность! По причине, что крови не хватило сердцу для работы! Она осталась ниже диафрагмы! Диафрагма не может подкачать! Как венозное сердце! Либо сердце повышает давление! И инфаркт миокарда! Инсульт! Никто не напишет вам! Умер от дисбактериоза! Умер от вздутия живота! Умер от того, что не выдержали сосуды! И вот здесь молодильные яблоки реально могут вам активно помочь! В одной из сказок про молодильные яблоки была допущена стратегическая ошибка! С точки зрения врача-диетолога! Когда от целого яблока был откушен кусок! Пережеванный и проглочен! Усилилось выпадение волос! И понятно! Если была бродильная диспепсия! Она при этом усилилась! Вздутие живота усилилось! Бактерии в большей степени стали производить токсины! Которые попали в кровь! И волосы отреагировали моментально! Вот молодильные яблоки! Если вы хотите использовать их с целью омоложения! Ни в коем случае не стоит жевать! Нужно проглатывать! Не пережевывая! Это принципиальное отличие! Принципиальная рекомендация! И что вам нужно сделать, чтобы сделать яблоки молодильными? Вернее! Какие яблоки могут в этом случае стать молодильными? Если у вас есть дисбактериоз кишечника! Периодически посещает вздутие живота! Вы берете яблоки кислого! Либо хуже несколько кисло-сладкого вкуса! Лучше кислого! Но! Яблоки спелые! Дальше вы очищаете внешнюю кожу! Убираете семена! Помещаете в блендер! Вместе с яблоками помещается корица! Семена укропа! Семена тмина! И одна-две ложки сметаны! И взбиваете! После того как получаете однородную массу! Вы должны проглатывать эту массу не пережевывая! Яблоки уже пережеваны до вас! Эта масса попадает в пищеварительную систему! Выполняет роль прекрасного поршня! Который выталкивает часть токсинов! А пряные вещества из укропа, тмина, корицы не дадут расшалиться микрофлоре на сырой растительной клетчатке! Ложка сметаны или две ложки сметаны обеспечивают желчегонную функцию и дополнительную дезинфекцию кишечного содержимого! Иными словами, если вы такую массу в количестве 50-100 грамм 2-3 раза в день будете употреблять между приемом пищи, дисбактериоз кишечника у вас уменьшится! И здесь вы начинаете выигрывать! И все зависит от того, в каком возрасте вы узнали эту возможность использовать молодильные яблоки для своего здоровья! Конечно! Печально, если дисбактериоз у вас был много десятилетий! И вы в возрасте 70-80-90 лет узнали о таком средстве! Но! Все же при наличии дисбактериоза каждый человек проживает 2 дня! А по степени износа организма — 3! Потому как при наличии дисбактериоза кишечника вы не можете получить все полезные вещества из пищи! Больше того! Получаете вместо полезных веществ продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры кишечника! Ну! Маленьким детям говорю! Когда бактерии кушают вашу еду — появляется вздутие живота! Там, где они поели — там они, пардон, пописали и покатали! И это все — объедки с их стола! А также продукты жизнедеятельности то есть выделения не самые полезные для здоровья попадают вам в кровь! И, естественно, сокращение продолжительности жизни легко и просто! Несколько лучше, если вы узнали об этом рецепте если вам лет 40-50 лет! Вы выигрываете годы, а возможно даже и десятилетия своей жизни! А самый большой выигрыш получат дети с бактериозом! Понятно! Ожидаемая продолжительность жизни у них выше! А соответственно и выигрыш по продолжительности жизни также больше! С каждым днем они будут в меньшей степени изнашиваться! Соответственно, жить они будут дольше! Износ меньше! И это, надеюсь, здорово! Вы понимаете, что рецепт не только простой в исполнении! Но еще и вкусный! Вот в этой позитивной ноте! Этот секрет! Семейный секрет врача-диетолога я вам подарил! И если вы считаете, что он достоин отметить его! Не забудьте поставить лайк на это видео! Возможно, кто-то страдает от дисбактериоза кишечника! А также, скорее, вы знаете, что у него не дисбактериоз! Вряд ли кто-то вам скажет! Ой, как пучит живот! Скорее скажет! Боже, какое же у меня давление высокое! Как у меня плохо работает сердце! Боли в сердце! И другие проблемы! Снижение памяти! Выпадение волос! В зависимости от того, какие генетически слабые места дисбактериоз кишечника выявляет в вашем организме! Но! Если вы поделитесь этим рецептом со своими друзьями! Я думаю, что они вам будут благодарны! Так же, как вы мне! Особенно полезны такие молодильные яблоки при дисбактериозе! На фоне гастрита с сохраненной либо сниженной секрецией желудочного сока! На фоне дискинезии желудочного пузыря без явления желчекаменной болезни! При наличии энтероколита! Но! Не язвенного энтероколита! Без геморроя! Без хронического панкреатита! А также при вялой работе кишечника, когда присутствуют запоры! На этой позитивной ноте я это видео, эту сказку про молодильные яблоки буду заканчивать! С привычным подписчиком моего канала словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! Когда-нибудь я напишу еще одну сказку о молодильных яблоках! Чтобы ваша жизнь была лучше и дольше! До новых встреч на моих каналах! Не забудьте подписаться на мой канал! Если вы еще не подписчик! И если вы промахнулись мышкой и не успели поставить лайк! Поставьте лайк на это видео! Чтобы его увидело большее количество людей! И эта детская сказка для детей и взрослых о молодильных яблоках! Принесла пользу еще кому-то кроме вас! До новых встреч на моих каналах! И субтитры сделал DimaTorzok! И субтитры сделал DimaTorzok! Продолжение следует...